Здравствуйте! О главных новостях в Орлее-регионе расскажу я, Виктория Панина. Сегодня в выпуске. Есть запах алкоголя от водителя, видите? Да, водители – это, видимо, вы. Опьяненные праздниками. Нетрезвых водителей на дорогах региона стало больше. Полицейские выходят в рейды. Массовая вакцинация от коронавируса «Орел» готовится. Из минусов плюс. Выходить на лед Орловских водоемов опасно. МЧС в профилактических рейдах объясняет, почему. Кондуктор больше не нужен. Через три месяца Орловский общественный транспорт будет оснащен стационарными валидаторами. Это если все пойдет по плану. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Пьяных за рулем на дорогах региона стало больше. Отчасти, пояснили в ГИБДД, это обусловлено снижением водительской дисциплины в период новогодних каникул. Выискивать нетрезвых водителей в потоке инспектора ГИБДД теперь тоже стали чаще. В одном из рейдов вместе с ними побывал Иван Суверин. К ночи мороз крепчает и мысли о рюмочке чего-нибудь крепкого приходят сами собой. Ничего предусудительного, говорят полицейские, если при этом, конечно, не садиться за руль. Однако сделать выбор между выпить и сесть за руль автомобилистам не всегда удается. Выйти в очередной ночной рейд на поиски нетрезвых водителей среди недели. Да еще и пригласить с собой СМИ полицейских сподвиг улов предыдущих суток. В предыдущие сутки инспекторами ГИБДД было выявлено трое водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но они будут привлечены уже не к административной, а к уголовной ответственности, потому как управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии повторно. Фильтруя автомобильный поток в центре города и на его окраинах, инспекторы не только зорко приглядывались, но и чутко принюхивались каждому из проезжающих мимо. Около часа ночи в железнодорожном районе был остановлен автомобилист, который был явно под шофе. Был остановлен автомобиль Лада Веста, водитель которого предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти свидетельство, на что он согласился. Инспекторы отметили необычной в таких случаях грубости, неопасных выходок со стороны правонарушителя не последовало. Мужчина был скорее весел, чем зол. Однако и адекватным его поведение назвать было трудно. Почему вы меня снимаете? Вы меня тоже снимаете. Я в общественном месте могу снимать кого угодно, если вы знаете законы. Если вы не против. Да, я не против. Меня редко снимают, так что давайте. Ну, как у вас дела? У меня хорошо. Вы согласны, правда, если дети не на месте, скажите, пожалуйста? И на месте, и, соответственно, у наркодиспансера. То есть вы готовы, да? Да, конечно. Я знаю, что у сотрудников полиции есть подозрения, что вы в нетрезвом состоянии. Ну, у сотрудников полиции есть, наверное, подозрения еще какое-то. Полицейские парируют. Подозрения им внушил явный запах алкоголя от водителя. Есть запах алкоголя от водителя, видите? Да, водитель это, видимо, вы. Наверное. Или вы. Беседа таким образом зашла в тупик, что, впрочем, не помешало инспекторам зафиксировать у водителя состояние опьянения. Правда, после освидетельствования шутливая манера автомобилиста вести диалог полицейским стала откровенно надоедать. Вы согласны? Я вас спрашиваю. Нет. Что я увидел? Да. Что я увидел, то я увидел, да. Предполагаемый правонарушитель в ответ пожелал пройти повторное освидетельствование уже в стационаре. И инспекторы пошли ему навстречу. Полицейские напоминают за пьяную езду. Законом предусмотрен административный арест, штраф в 30 тысяч рублей и длительное лишение права управления автомобилем. Иван Суверин, телеканал Первый областной. В четверг на уже втором в этом году заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили массовую вакцинацию от COVID-19. Начать ее с 18 января поручил Владимир Путин. Вакцинацию уже идет. Более тысячи человек вакцинированы. Этот показатель будет расти постоянно. К началу следующей недели в регион должно поступить более 9 тысяч доз вакцины. А всего до 1 марта область планирует получить более 33 тысяч доз. Мы должны быть полностью готовы к вакцинации, создать необходимое количество прививочных пунктов, организовать эту работу на всех уровнях. На 15 января статистика коронавируса в Орловской области такова. Вылечились 181 человек, заразились 179 орловчан, умерло 2. Орловские водители стали парковаться как попало. Рост числа нарушений правил остановки и стоянки дорожные инспекторы связывают с началом обильных снегопадов. В ГИБДД напомнили водителям, неочищенные обочины правила парковки не отменяют. А их многие орловские автомобилисты вот уже третий день откровенно игнорируют. За это предусмотрены штрафы от 1,5 до 5 тысяч рублей и эвакуация автомобиля на штрафстоянку. Водители в целях поиска мест для парковки своих транспортных средств выбирают наиболее неподходящие места дальше первого ряда, а также пешеходные переходы. С целью пресечения данных правонарушений работают инспекторы ГИБДД на территории всего города. Одним из мест массового нарушения правил остановки и стоянки стала привокзальная площадь. Там орловские водители облюбовали для парковки пешеходный переход. Через три месяца орловский общественный транспорт будет оснащен стационарными валидаторами. Это если все пойдет по плану. Сам план наметили на совещании у председателя горсовета Василия Новикова. Где была поставлена задача об установке стационарного оборудования по приему платежей пассажирами в оплату проезда. Хочется отметить, что техническая такая возможность у нашей компании имеется. Есть даже положительный опыт работы в городе Казани и в Твери. Поэтому в ближайшее время мы подготовим все необходимые документы для того, чтобы сделать соответствующее предложение администрации города. Зачем эти приборы? Напомним, валидатор – устройство для безналичной оплаты проезда с помощью банковских карт и электронных проездных билетов. Устройства эти, установленные прямо на поручнях, позволяют не отвлекать водителя и избавиться от очередей на входе в транспорт в час пик. Что же до их установки в городском транспорте Орла, то пока лишь производятся все необходимые расчеты и формулируется само коммерческое предложение. Означать приборчиками будут орловские трамваи и троллейбусы. И лишь позднее, по желанию, парк частных перевозчиков. Цена одного валидатора – 25 тысяч рублей. Установка произойдет за счет городского бюджета. Но это не должно повлечь повышение тарифов. Депутаты облсовета на очередном заседании Комитета по строительству и ЖКХ обсудили содержание дорог в регионе. Чтобы приводить их в порядок этой зимой, в области подготовили 435 единиц техники и заготовили 132 тысячи тонн противогололедных материалов. Для выполнения работ задействовано 264 единицы техники. На зимний период заготовлено 99 тысяч кубических метров песко-соляной смеси. Запасы противогололедных материалов остались в Орле еще с прошлой зимы. Так что до конца сезона их точно хватит. Глава муниципальных образований Орловщины на первом в этом году совещании в обл. администрации в очередной раз обратили внимание на систематический невывоз мусора на вверенных им территориях. В новом году эти старые проблемы будет решать новый руководитель рекоператора «Зеленая роща». Сергей Прошкин выяснял, что изменится. Когда у нас начнут планово и методично вывозить мусор? Вопрос, набивший оскомину главам ряда районов области и градоначальнику областной столицы, в очередной раз прозвучал на совещании с руководителями муниципальных образований региона. Пока не завалится мусорный контейнер полностью сверху, пока не позвоним в «Зеленую рощу», не заставим экологистик конкретно вывозить, мусор не вывозится. Жители спрашивают с нас. Ответ держит теперь уже новый руководитель регионального оператора «Зеленая роща». Проблема очевидна в том, что существуют водщики, которые не справляются. Будем этот вопрос решать. Главным образом – усилением контроля за их работой, продолжил Николай Дудин. С проблемами каждого района пообещали разобраться при личной встрече с каждым из руководителей этих самых районов. И с мэром Орла. А вот с его однофамильцем и руководителем мусороперерабатывающего завода «Экосити» представители «Зеленой рощи» уже встретились. Обсуждали договоры приема отходов на переработку и на вывоз остатков после сортировки мусора. Это то, из-за чего в конце прошлого года остановился завод. Сегодня у нас крайний день, когда мы должны принять решение и доложиться, как говорится, вверх по инстанциям о том, что мы нашли общий консенсус для работы в 2021 году. Те самые остатки сортировки мусора, так называемые «хвосты», увозить должны нам Ценский полигон «Экостройсервис». Он был сформирован еще в 60-х годах. Разделены у нас две площадки, сделанные от этого полигона. Полигон требует рекультивации. Рекультивация – это изолирование свалки от окружающей среды. То, что не помешало бы и Орловскому полигону. На протяжении почти 50 лет весь Орловский мусор свозился сюда, на полигон на улице Итальянской. Точнее, бывший полигон. Потому что сейчас официального статуса полигона эта свалка не имеет. И разговоры о ее рекультивации ведутся уже очень давно. Но какие-то активные действия в связи с процессом самой рекультивации, похоже, появятся уже в этом году. Для того, чтобы приступить к рекультивации, мы должны сделать проектно-сметную документацию. 10-го числа декабря мы уже заключили, то есть через два дня заключили договор с компанией, непосредственно проектировщиком. И на сегодняшний день мы заключили еще договора на предпроектные материалы. Материалы, связанные с топосъемкой, гидрогеологией, экологическими изысканиями. И после того, как мы сделаем вот эти там еще четыре предпроектных материала, мы приступим непосредственно к изготовлению проектно-сметной документации. Всю эту подготовку здесь должны завершить до конца марта. И после экологической экспертизы уже закипит сама работа. Но когда именно наступит это после, пока неизвестно. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. В 2020 году на реализацию в Орловской области нацпроектов было направлено 6 миллиардов 200 миллионов рублей. Почти пять из них – это средства федерального бюджета. В году 2021 в регионе будут реализовываться 45 региональных и 11 национальных проектов. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Анастасии Гришиной. Настя, привет! Что это за проекты, на что они направлены и кто принимает участие в их реализации? Вика, привет! Участвует 27 муниципальных образований и городских округов, а также 12 сельских поселений. А сами проекты касаются практически всех сфер. Наибольший объем финансирования предусмотрен на реализацию нацпроекта «Демография» – 1 миллиард 800 миллионов рублей. На проект «Образование» – 818 миллионов рублей. На нацпроект «Культура», в рамках которого предусмотрена модернизация детских школ искусств – более 124 миллионов рублей. На реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» будет выделено 202 миллиона рублей. Также в списке нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство» и ряд других. Орловские аграрии смогут получать льготные кредиты. Минсельхоз утвердила план кредитования на этот год. Субсидии в размере 282 миллионов рублей получат уполномоченные банки для льготных краткосрочных кредитов. Вот как распределятся суммы. На кредиты для малых форм хозяйствования предусмотрено более 55 миллионов рублей. Кредиты по растениеводству – это еще почти 160 миллионов. По животноводству – 26. По переработке продукции АПК – почти 26,5. По молочному скотоводству – 3,5 миллиона. По мясному – почти 11. За три квартала 2020 года орловчане воспользовались услугами ломбардов почти 5000 раз. Это на треть меньше, чем годом ранее. Уменьшилась и сумма, полученная жителями региона в качестве займов. В 2020-м она составила 28 миллионов и 300 тысяч. Годом ранее цифры были на 17% выше. Агрария региона могут повысить свои знания. В Орловской области начался отбор участников образовательного проекта «Школа фермера». Стартует он в конце февраля. Участников будет 20. Курс рассчитан на два месяца. В него входят три образовательных модуля. Фермерское козоводство, фермерское овцеводство и сыроделие в фермерском хозяйстве. Теоретическая часть будет проводиться в онлайн формате. Практическая – на базе профильных агрохозяйств Орловской области. По итогам участники проекта смогут получить квалификацию фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства. Заявки принимаются в «Орел Гау». Он выступает партнером этого проекта. На этом у меня все. Спасибо. Это была наша экономическая обозреватель Анастасия Гришина. Хотя на Орловщине и установились низкие температуры, и морозы день ото дня крепчают, выходить на лед водоемов все еще небезопасно. Так считают в центре ГИМС регионального главка МЧС. Спасатели поясняют, ледовый покров формировался этой зимой в условиях перепада температур с минуса на плюс. А потому получился он на реках неоднородным и рыхлым. Если взять город Орел, у нас здесь где-то 15-17 сантиметров толщина льда. Есть места с промоинами, есть там, где больше течения. Поэтому каждый человек, он сам определяет для себя риск и безопасность. К основной группе риска спасатели относят любителей зимнего лова рыбы, случайных пешеходов, срезающих путь через лед водоемов, и несовершеннолетних. Именно с этими категориями инспектор ГИМС проводит целенаправленную профилактическую работу. Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию детского сада по улице Планерная в Орле могут сдвинуться. Подрядчик отстает от графика. Аванс освоен не в полном объеме. Первый вице-председатель областного совета Михаил Вдовин и депутат Госдумы Николай Зимцов побывали на стройке с инспекцией. Наталья Певтерева продолжит. На строительство детсада в 909 квартале подрядчику отвели год. Полгода уже прошло. Что сделано? Искать ответ на этот вопрос на строю площадку приехали первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин и депутат Госдумы Николай Зимцов. У вас компания не первый детский сад строит, поэтому здесь, наверное, репутация дороже. Ну да, тут по расчету именно, что репутация дороже, мы и планируем ее сдать вовремя и завершить весь цикл работы. Это очень достойная позиция. Потому что вариантов нет, и делать даже пускай ему тут заработка не будет, но объект будет сдан. Работы должны быть завершены к 25 июля 2021 года. Цена контракта более 76 миллионов рублей. Аванс почти 23 миллиона рублей. В 2020-м рабочие потратили на строительство меньше половины этих средств. Отставание от графика – месяц. Из-за сложности самого расположения объекта у нас было порядка семи кобелей. Долго мы переносили собственников, искали, долго переносили кобеля. И время было упущено именно летнее время, когда нас было строить. Как бы тут было, есть у нас ошибка, потому что не могли мы долго найти собственников. Сроки обещают наверстать. Кладку кирпича здесь закончат через неделю. К весне в здании появятся окна и двери. И только после займутся монтажом котельной. Строители сделать этот детский сад хотят на совесть. У нас по проекту наплавляемое в три слоя геотекстильное. Оно, как обычно, все это в советской времене, так и делается с крышей. Мы предполагаем сейчас покрыть современным материалом геомебраной. Материал новый. Оно неподвижно еще, повторяюсь, температурным режимом, расширению и сужению. Проблем со строительством объекта сегодня нет, заверил проверяющих директор строительной компании. Те, в свою очередь, намерены и дальше контролировать ход работ на этом объекте. Вызывает уважение подход. Во-первых, в отношении крыши, при отсутствии коммерческого интереса, акцентируют на то, что это новое, более современное покрытие, которое имеет смысл для долговечности этого детского сада поменять. Подрядчик говорит о том, что мы объект достроим, даже если нам это будет выбыто. И мы видим, что объемы работ сейчас, которые произведены, они вселяют оптимизм. Еще чуть-чуть подтянемся, и все будет нормально. И в июле месяце, я надеюсь, что жители получат хороший объект. Это, я хочу подчеркнуть, четвертый стадик в таком 909 квартале. В этом году в Орле начнется строительство еще двух дошкольных учреждений. На улиц Ливенска и Кузнецова. Волонтеры Центра «Единая Россия» продолжают помогать орловским пенсионерам. Они доставляют пожилым людям продукты, почту, лекарства и помогают оплатить счета за коммуналку. В этот раз к ним присоединился депутат Госдумы Николай Зимцов. Наталья Балашова провела день с этой группой волонтеров и сейчас расскажет о том, чем и кому они смогли помочь. Вот уже скоро год, как пенсионерка Наталья Иванова и ее муж из дома без веской причины стараются не выходить. Потому и коронавирусом до сих пор оба они не болели. Заразиться очень боятся. И без него заболеваний хватает. Я очень тяжело хожу после инсульта и у меня еще диабет и еще другие болячки. А дедушка ему уже за 80. Он считает, что совсем не ходит. У него онко и другие болячки. Пожилой паре каждый день нужно принимать лекарства. Покупают их один раз в месяц. Но даже за ними выходить из дома пенсионеры не рискуют. Потому и обратились к волонтерам «Единой России». В этот раз на помощь пенсионерке пришел депутат Государственной Думы Николай Зимцов. С волонтерами он выезжает постоянно. На протяжении последних месяцев волонтерский центр продолжает доставку по заявкам наших жителей Орла, которые обращаются, просят помощи, доставляет продукты и лекарственные препараты людям, которые об этом попросили. Это деятельность такая добровольческая, волонтерская и очень нужная людям. А вот вторая пенсионерка Галина Зверкова из дома не выходит даже в магазин. Продукты ей тоже привозят волонтеры центра. Их же Орловчанка попросила оплатить коммунальные счета. Все было сделано. Помогать пожилым людям волонтеры «Единой России» не прекращались с самого начала пандемии. И присоединиться к ним может любой желающий. Наталья Балашова, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной». Субтитры создавал DimaTorzok Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. С добавкой здравур не сушка. Куры несутся зимой, как летом. Ой, пауки! С 17 января по 28 марта. Выставка «Планета пауков. Живые арахниды» в Орловском крыльевическом музее. Ну что же, мы начинаем. С добрым утром, дорогие друзья, товарищи. В эфире первая Орловская МВ-радио. Сдо и четыре в Орле. И сегодня также не обойдется нашей любивейшей музыке. Музыке для думающих людей. В ближайшее время нас ждут ACDC, Дельфин, Кофешоп, Майкл Джексон, Франц Ферд, Гранд Унтервуд, Дорстрейс и многое-многое другое. Но только то, что любим именно мы, Ивы. Экспресс-радио. Радио Орел. Сто и четыре ФМ. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Всемирный день «Витлз» отмечают 16 января. Меломаны, поклонники группы и многие, кто считает себя причастным. Празднику незаметно в этом году стукнуло 20 лет. Во всем мире в этот день можно увидеть программу, посвященную творчеству «Битлз». На радио услышать популярные песни. Кстати, дебютный альбом группа записала за рекордные 10 часов. Квартет занимает первое место в списке 50 величайших исполнителей и удостоен 10 премий Грэмми. И теперь все. Внимание на прогноз. Целый день жителям Ценска будут наблюдать небольшой снег. Пасмурно – минус 13. Ночью столбик термометра становится на отметке 19 градусов мороза. Пасмурно в ливнах, осадки в виде снега, воздух остынет до минус 12. Ночью похолодает сразу на 10 градусов, минус 21-22. Болохову тоже достанется немного снега. Облачное – минус 13 днем, минус 19 ночью. В Орле облачное днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха минус 15, ночью 18 градусов ниже нуля. Ветер западный со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Такая морозная выпадет нам субботом. Оставайтесь с первым областным, с нами не холодно. Партнеры программы – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты, ставки до 7,65% годовых. Все сбережения застрахованы. Магазин «Планета одежда-обувь» приглашает за покупками. Обновление товара два раза в неделю. Большой магазин низких цен. «Планета одежда-обувь» – ваш любимый семейный магазин. Кормовая добавка «Здравур» укрепляет здоровье куры и другой домашней птицы, повышает яйценоскость и качество продукции. Приобретайте «Премикс Здравур» в магазинах вашего города. Всем тепла и уюта в доме. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. Быть стильным теперь в моде. Магазин «Планета одежда-обувь» приглашает за покупками. Обновление товара два раза в неделю. Большой магазин низких цен. «Планета одежда-обувь». Ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин», Крамское шоссе, 23, цокольный этаж. Гипермаркет-линия на Карачевском шоссе, 74, второй этаж. Улица Михалицына, дом 5. «Планета одежда-обувь». Модна, не значит дорого. С добавкой «Здравур» не сушка. Куры несутся зимой, как летом.